Ну что, друзья, друзья интернета, сам интернет, великое его пространство, вы видите своих героев не только по телевизору, но и у нас здесь. Здесь, кстати, у нас значительно интереснее ситуация, чем на телевидении, знаете, чем, Владимир Натанович? Чем? Тем, что человек, который, например, что-то ему не нравится, у него еще есть возможность перемотки, а на телевизоре только выкол. Это да, да, да. Все, нас могут еще перемотать и посмотреть в конце, на всякий случай, если вдруг что-то сначала не понравится. Ну, естественно, мы не можем не отметить, что у нас, мы, так сказать, берем интервью у величайшего человека современности. Да, в общем, чего скрывать? Да, в общем. Спасибо за правду. Да, величайший человек современности, человек, который поднимает вам всю свою сознательную жизнь, настроение тем самым... Не врач, а поднимает. Не врач, а поднимает, как анекдот, помните про керосин? Да, да. Вот, и хотелось бы из первых уст, не пересказывая и не переписывая ничего, услышать нормальные, искренние, веселые поздравления с наступающим Новым годом. Для некоторых почему-то он кажется последним, но это будем думать, что они ошибаются. Вы знаете, вот я вспомнил байку такую, когда в мужской компании мужик один вскакивает и говорит, вернусь домой, в клочья порвут трусики своей жены. Ему говорят, ты что, с ума сошел? Сколько ты живешь с женой? 30 лет. И что, такая страсть? Нет, жмут, блин. Я к чему говорю, что сегодня такое время, что, в общем-то, Новый год огромный праздник, и поэтому, неважно, кто какие трусики носит, вот, я просто хочу, дорогие друзья, поздравить вас с наступающим праздником. Улыбайтесь друг другу, потому что угрюмый человек ничего хорошего не может здесь сделать ни себе, ни людям, поэтому улыбайтесь. Особенно женщинам многострадальным, потому что вот для меня 8 марта праздник не ежегодный, а ежедневный. И даже в Новый год я буду праздновать, как 8 марта. Дорогие женщины, вам счастье и, самое главное, внимание от мужиков. Владимир Натальевич, спасибо огромное за поздравление. А вот у меня теперь вопрос как к профессионалу, да, в этой области. Вы практически у нас король этой очень непростой, кстати, миссии. Да, поднимает настроение людей. Это не ко мне, король, это к Киркору. Нет, в этой миссии. А, в этой, да. Да, в этой миссии я просто хотел спросить у вас. Вот помните песенка такая была «От улыбки станет всем светлей». Да, да. Вот если провести, например, такой эксперимент, собрать целую Москву людей и в один определенный момент просто заставить всех улыбнуться, может быть, и облака разойдутся? Ну, вы знаете, я считаю, что есть еще такая песня известная «Капитан, капитан, улыбнитесь», ведь улыбка – это флаг корабля. А я считаю, что вот будущему президенту надо чаще улыбаться. Владимир Владимирович, улыбайтесь, твой флаг корабля. Спасибо, Владимир Владимирович. Мы очень-очень-очень были рады вас видеть здесь и надеемся, что эти встречи... Даже не надеетесь, все время будем встречать. Спасибо большое. Пока. Пока, интернет.